Здравствуйте дорогие друзья! При каких условиях цветет змеокулькас и как его заставить активно расти, чтобы он выпускал такие молодые побеги и отрастал, наращивал такие длинные листья? Сегодня я об этом всем расскажу, как я это делаю, покажу совершенно все шаги, как я применяю и, друзья, зачем. Итак, друзья, по порядку все вам показываю. Для начала я беру первое гумат калия. Я беру этот стимулятор, так как, во-первых, в нем содержится калий, в растении не будет калиевого голодания, но на свое усмотрение вы можете брать совершенно любое гумат натрия, гумат аммония или просто азотное удобрение, например, карбамид, который в слабых концентрациях не вызывает ожога по листу. Я в данном случае применяю гумат калия, делаю все на глаз, так как я уже привык. Этот змеокулькас, равно как все остальные, я применяю на них вот такое вот гумат калия, постепенно увеличивая концентрацию, поэтому у меня концентрация в данном случае высокая. Ну, раствор получается примерно как чай. Для начала все-таки используйте меньшую концентрацию, чтобы растение привыкало постепенно и потребляло те вещества, которые есть, также постепенно потребляло вещества из грунта. Этот раствор очень быстро растеряется, если у вас хорошая вода, если вода будет плохая, то гумат любой, калия, натрия, совершенно любой, он будет выпадать, оседать на дне и растворяться будет слабо. Здесь, как видите, все произошло быстро. Итак, друзья, после того, как вот у меня раствор оказался в опрыскивателе, я буду проводить внекорневую подкормку растений обязательно и по верхней части листа, и по нижней части листа. Вот этот вот цветок, этот цветок замиокулькаса, который вы видите, он образовался на растении после таких вот стимуляций, но это не главное. Главное все-таки это полив. Полив должен быть теплой водой, об этом я вам покажу дальше, досмотрите видео до конца. Полив, это первая часть, но перед этим я его опрыскиваю. Опрыскиваю тем раствором, который вы видите, обязательно и по верхней, и по нижней стороне листа, каждый, каждый лист, каждую ветку. После того, как я вот его так обработал, естественно, через пару дней, максимум через неделю, я опрыскиваю чистой водой, чтобы смыть остатки гуматокалия, так как он оставляет слегка коричневатые круги, когда капельки эти высыхают. Они растению не вредят, но для того, чтобы они не накапливали в себе дальше какие-то соли жесткости от воды, когда я буду опрыскивать замиокулькас дальше, я их беру и вытираю каждый листок, или в крайнем случае, очень хорошо его опрыскивать, чтобы смыть. Этот замиокулькас растет, в отличие от предыдущего, полностью под искусственным освещением. И ввиду того, что ему света, естественно, не хватает, фотосиндез у него не такой активный ультрафиолет он получает меньше, но он не такой яркий. Но, друзья, это решается, это решается таким образом. Во-первых, я его буду подкармливать далее, и вы можете так само делать для усиления зеленого цвета листьев хилатом железа, и также можно еще сульфат магния, и то и другое будет способствовать усилению зеленого пигмента и, соответственно, улучшению фотосиндеза у данного растения. Данному растению этого не хватает, это налицо. Кроме того, можно дать ему еще азотную подкормку, так как листьев старых у него довольно-таки много, а молодых листьев нарастает мало. Но они нарастают, и вот, чтобы они быстрее наросли, я применяю следующий прием на замиокулькасах. В данном случае замиокулькасы растут в очень больших вузонах, и я поливаю их водой температурой около 32 градусов. Сейчас вот я ее примерю. Естественно, набираю я ее слегка теплую, даже слегка она выше, пока я доношу, она уже около 32 градуса. Температура воды подходит, и такой водой теплой прогреваются клубни, прогреваются также луковицы, если у вас есть луковичное растение, и поливаю обязательно только по краю горшка. Никак я не лью вообще в середину, только лишь по бокам горшка. Те корни, которые растут ближе к краям горшка, они, во-первых, эту воду очень быстро пьют, так как она теплая, а клубень сам прогревается, то есть он активизируется. И вот эти вот молодые ростки, которые таким способом можно добиться, их активизация, я обязательно еще тщательно обрабатываю гуматом калия. Повторюсь, это может быть любой стимулятор. И вот я обрабатываю, друзья, и все остальные растения, которые есть, и драцены, совершенно таким же способом, который вы видите, все тот же самый раствор, тот же самый, хватает его на много таких вот растений. И все растения хорошо реагируют на такую обработку, если, друзья, в составе почвы есть все необходимые вещества. Это очень важно. Если у вас в почве уже какого-то элемента не хватает, какой-то элемент заблокирован, такой метод, друзья, применять нельзя. Обращаю на это внимание. Если так злоупотреблять гуматом калия, да и любым гуматом-стимулятором, значит, корни, например, могут пострадать, если в почве будет мало фосфора. Или вот, например, как в этом случае, это может быть и дефицит марганца, так как до этого растение в зимний период поливалось раствором марганцовки, так как горшки большие для предотвращения загнивания. Сейчас этого уже не делается, поэтому это может быть как дефицитом марганца, так и дефицитом азота. То есть, и тем, и другим это растение нужно подкормить. И ситуация тогда у него улучшится. Что касается цветения, цветение, естественно, происходит при хорошем освещении и на зрелых клубнях. Молодые клубни я еще не встречал, чтобы они цвели. Цветут, как правило, самые взрослые, самые зрелые растения. Вот такой вот прием, друзья. Если у вас горшки поменьше, то можно использовать температуру, но это 30 градусов, на пару градусов меньше. Обязательно по краям горшка. Еще раз это повторяю, друзья. Это очень важно. Кубни прогреваются, выпускают вот такие вот цветы, даже второе растение, которое зацвело после такой обработки, и чувствуют себя очень хорошо. Периодичность этой обработки 1-2 раза в месяц. Чаще им не нужно. Так что, друзья, всего вам самого хорошего и лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам полезно. И до новых встреч.